Все в вашей жизни получается. Если что-то в жизни не работает, значит, это та область, где вы недостаточно любите себя. Вы можете изменить негативные установки «я недостаточно хороша» на аффирмацию «я хороша», именно такая, какая я есть. Вначале это может показаться неправдой, ибо если бы это было правдой, вам не пришлось бы произносить аффирмацию. Аффирмация – это посадка нового семени в землю, а зернышку требуется время, потому что ни одно растение не вырастет мгновенно. Зерно нужно прорасти, укорениться, и только после этого появляется первый росток. А потом вам нужно его поливать. И это требует времени. А время зависит от вашего желания. Многие люди произносят аффирмации по 10 раз на дню и говорят, «Ну, как же так? Я же 10 раз это произнесла, ну и там еще что-то такое». Допустим, что вы произносите аффирмации 10 раз с утра, «А что вы делаете в остальное время? Ругаетесь в машине? Тогда вы все только портите». Конечно, аффирмации помогают, но о чем вы думаете в остальное время? Нужно наблюдать за своими мыслями. Когда вы пребываете в негативе, отстранитесь немного и спросите себя. Отстранитесь и спросите, «Это критика? Сопротивление? Это страх или вина?» Начните замечать, что вы делаете, вместо того, чтобы наказывать себя. Вы можете сказать, «Мне не нужно это делать, я могу это делать по-другому». Если считаете, что никто вас не любит, произносите аффирмацию, «Моя жизнь наполнена радостью и любовью». Это новое зернышко вначале может казаться странным. «А разве семя помидора похоже на помидор?» Оно выглядит как семя. Может быть, вы кладете аффирмацию в неподходящую почву? Тогда удобрите ее для аффирмации. Если будете повторять аффирмацию многократно, все изменится. Снова и снова мы увязаем в ограничениях своих родителей, в том, что они делали. Мы забываем, что мы взрослые люди, и можем выбирать свои мысли. Иногда люди имеют даже те же самые болезни, что были у их родителей. Хороший ребенок всегда поступает точно так же, как мама и папа. Но сейчас для вас в этом нет необходимости. Многие люди наследственно болеют раком, что абсолютно глупо. Рак не передается по наследству, и он не заразен. Давайте поговорим о вине, большой и тяжелой, которую мы всегда несем. Вина никогда ничего не решает. Если вы считаете, что сделали что-то неправильное, просто перестаньте так поступать. Отпустите это и не ходите с чувством вины. И не пытайтесь манипулировать другими с помощью вины. Не нужно накладывать чувство вины на других. Помните, все, что вы делаете, возвращается назад. Существует четыре важных положения. Что мы отдаем, то и получаем. Не важно, что вы отдаете, вы это же получите назад. Если вы отдаете много негатива, гнева, критики, вины, то подумайте, что будет в вашей жизни. Опыт говорит мне, что она будет наполнена теми же чувствами. А если вы отдаете любовь, радость, похвалу другим людям, это вернется к вам. На физическом уровне вина ищет наказание, а наказание создает боль. Если кто-то страдает от боли, значит, он несет много вины, много застарелой вины. Ну, давайте теперь немного обсудим чувство вины. Да, пожалуйста. У меня есть сын средних лет, и я чувствую себя виноватой, хотя и работала по вашим книгам, но все равно виню себя. Самоедство – это форма нелюбви к себе. Начните с любви к себе. Я смотрю на него и вижу, что была слишком строга к нему. Я сама выросла в ежовых рукавицах. И в детстве я была очень строга к нему. И я вижу, что он вырос зажатым, хотя и меньше, чем я в его возрасте. Но я чувствую себя виноватой перед ним. Вы делали все, что могли, наилучшим образом. Помните, он выбрал вас, матери, прежде, чем пришел сюда, на эту землю. Он знал, что вы сможете дать ему. Он знал свою жизнь наперед и пришел сюда, чтобы вы сделали то, что сделали. Он один должен все преодолеть. Вы не можете это за него сделать. Если хотите помочь своему сыну, лучший способ – это научиться любить себя. Потому что, если вы это сделаете, тогда все уйдет. Я знаю, но я никак не могу с этим согласиться. Делайте. Делайте вместо того, чтобы в пустую тратить энергию, говоря, мне стыдно за него, за его поступки. Это никому ни в чем не помогает. Это не поможет ни сыну, ни вам. Это делает вас маленько, потому что это тяжкий груз. Не говорите того, что не хотите. Каждый раз, когда появляются старые мысли, скажите себе, «Нет, я больше не буду так говорить. Теперь я хочу любить себя». Даже если вы ничего больше не будете делать, все начнет меняться. Вы можете не знать, как любить себя, но желайте этого. Да, но я знаю об этом. Я и раньше старалась смотреть в зеркало, и это мне не очень помогло. А сегодня, когда я смотрела в зеркало, возникло чувство, что я какая-то неестественная. Но вы хотите научиться? Я, да, я пытаюсь. Вы не можете пытаться. Вы или делаете это, или нет. Хотя вы просто желаете. Ваш урок – не слушать сына. Но меня мучают неприятные боли. Боль – есть следствие хронического чувства вины. Бессмысленно повторять старые модели поведения. Ваш урок – любить себя, а не исцелять сына. Вы пришли на эту планету, чтобы любить себя, а он – чтобы научиться любить себя. И он сделать это за вас не сможет, так как и вы за него не можете сделать. Только не говорите, если бы он себя любил, я бы тоже себя любила. Это не работает. Осознавать себя – это замечательно. Когда я пытаюсь говорить с ним, он говорит мне «до свидания». У нас есть… Да все прекрасно, у нас есть барьеры, но есть и сила, чтобы преодолеть их. Это любовь, прощение и освобождение от прошлого. Это очень просто. Начните любить себя и пожелайте простить и отпустить прошлое. Это звучит просто, но это и есть просто. Это не всегда легко сделать, начать любить себя, но надо начать. Так, пожалуйста. Я читал об одной женщине, которая очень следит за тем, что думают другие люди, и волнуется по этому поводу. Важно помнить, что наши мысли уходят, а потом возвращаются. Они всегда соединяются с одинаково настроенными людьми. Каждый раз, когда вы возмущаетесь, ваши мысли соединяются с теми, кто возмущается. Когда боитесь, мысли соединяются с людьми, наполненными страхом. То же самое происходит с критикой, осуждением, предубеждениями. Ваши мысли соединяются с людьми, настроенными подобным образом. С другой стороны, во время медитации вы соединяетесь с медитирующими людьми. Когда вы визуализируете исцеление своего тела, вы связываетесь с людьми, делающими то же самое. Каждый раз, когда вы пытаетесь исцелить планету, вы связываетесь с подобными людьми. Подумайте, с какими людьми вы хотите быть связанными. Наша планета сейчас находится в очень хрупком балансе. Существует ядерное оружие, озоновые дыры и многие другие опасности. Мы можем или разрушить планету, или помочь ее исцелению. Если вы будете по две минуты в день визуализировать исцеление планеты, то будете отправлять позитивную энергию и соединяться с другими людьми, делающими то же самое. Мы можем разрушить планету, свои тела, а можем исцелить себя, все общество, весь мир. Это нам решать. Это нам решать. И все начинается прямо здесь. Некоторые люди очень активны в исцелении Земли, и это замечательно. Но каждый из нас, силой своих мыслей, может помочь в исцелении планеты. Я бы каждому посоветовала хотя бы одну минуту в день, после завершения медитации и аффирмаций, посылать любовь к Земле. Выберите место, которое вам хотелось бы исцелить. Это могут быть удаленные экзотические места, Никарагуа, Сибирь, а может быть, местечко совсем рядом с тем, где вы живете. Скажите себе, это мое место, и я могу его исцелить. Хотя бы один раз в день вы можете посылать туда любовь по 3-4 минуты, или хотя бы думать позитивно об этом месте. Представьте, что люди там счастливы, наполнены миром и покоем, хорошо питаются, и все замечательно. Вы можете помочь избавлению от спида. Хотя бы на мгновение представьте, как вы смотрите по телевизору, слышите по радио, или читаете в журнале о том, что нашли лекарство от спида. У нас есть невообразимая сила. Мы невероятно могущественны. И мы учимся управлять этой силой. Учимся отправлять позитивные мысли и получать их обратно приумноженными. Хорошо? Хорошо, кто-то вверх. Мне очень важно то, что вы говорите о визуализации. Я пыталась использовать ее, чтобы вылечить рак. Но мне кажется, что я что-то делаю неверное. А не могли бы вы поделиться, как вы визуализируете? Ну, я стараюсь представить картинку, как редкие убийцы уничтожают рак в моем теле. Но когда я визуализирую, я всегда расстраиваюсь, когда это делаю. Что-то в вашей жизни говорит, что вы делаете это неверное. А вы убийца по натуре? Нет. Но тогда я предлагаю вам изменить образы визуализации. Если вы используете клетки убийцы, а сами по натуре не можете убить и таракана, это не срабатывает. Когда у меня был рак, я представляла прохладную чистую воду, вымывающую болезни из моего тела. И вы можете представить, как что-то мягкое, не задевая вас на другом уровне, с любовью вымывает рак. Представьте что-то, что не так агрессивно. Но тут вы еще имеете дело с сомнением. А кто из вас сомневается? Я расскажу вам о нем. Это не то, что вы привыкли думать о сомнении. Вот здесь находится ваше подсознание. Каждое послание с раннего детства вы отправляли сюда. И когда вы что-то думаете, послания идут под сознание. А там, представьте себе, специальные работники раскладывают их по файлам. И очень долго они дополняли файлы информацией. И они очень хороши. Я никогда этого не смогу. Я все делаю не так. И за долгое время вы, наверное, были созданы файлы, которые говорят, что я не достаточно хорошо, я никогда не сделаю, что совершенно не соответствовало вашему представлению о себе. И вдруг, внезапно, вы говорите, я замечательна, я люблю себя. Эти послания идут под сознание. Но работники не знают, в какой файл их положить. Что это такое? Мы этого никогда еще не видели. Тогда они зовут на помощь сомнения. Эй, сомнения, иди сюда. Разберись, что здесь происходит. Сомнение берет ваше послание, приходит к вам и спрашивает, что это такое? Что это за послание? И вы можете отреагировать двумя способами. О, нет, это неверно, я плохая, я сожалею. И тогда вы возвращаетесь к привычному образу мышления. Или вы перестаете относиться к сомнению как к врагу. Вы можете развеять эти сомнения и сказать, спасибо за участие. Не рассматривайте сомнения как врага. Это друг, послание. Скажите сомнению, спасибо. Но то были старые послания, а это новое. И таких посланий будет еще очень много, так что создай для них специальный каталог. Если относиться к сомнению подобным образом, оно станет вашим другом. Нам нужно изменить свое мышление, ибо это меняет нашу реальность. Мы можем изменить свои мысли, и это изменит наш опыт. Давайте помнить, что жизнь — это радость. Сделайте это своим законом. Жизнь — это радость. Вы должны поверить в это и сказать себе, я в безопасности. Я люблю и любима. Я люблю и любима. Давайте узнаем, что простить — это легко. Давайте поверим, что мы обладаем прекрасным здоровьем. Прекрасным здоровьем. И мы процветаем, где бы мы ни были. И все хорошо в нашем мире. Все уже хорошо. Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо, что вы есть. Спасибо. Продолжение следует...